Устраивает Устраивает Ты понимаешь Что самое смешное Устраивает Устраивает Мракобесие Пойдешь тебе незримым образом Чип воткнут Хотя Открываешь Там написано Сначала явится зверь Ну антихрист да И в великих чудесах Он начнет всех заставлять Поклониться ему и принять образ И печать Ну зато за чудеса и поклоняться ему Да а у нас получается еще никто Не явился но зато уже всем это Шпионские чипы втыкают Получается души нету Духа нет всем и плоть И плотский штамп нам ставят Ну вот так вот поклонение не должно быть Просто штамп тебе поставили ты уже звериный Как бы зверь принадлежишь Ну это же глупо Это получается твоя душа Она как бы вообще это Чисто рабыня в клетке сидит Но тут знаешь как Тут оберегайся не оберегайся Они тебе по любому поставят его Если они захотят Вот знаешь что самое смешное Вот над чем тоже сейчас думал Это равносильно вот смотри Вот эти все люди Которые якобы думают что им там Шпионские как то по хитрому чип поставят Там говорят вот там лазер уже Там это там это Ну тогда ребята и в магниты не ходите В магниты зачем вы идете Там уже пища вся с чипами Смотри через спутник А не через телефон Через любой телефон Смогут проделать такую операцию Им даже да Им сейчас вот спутники Сейчас все спутники лазеры наводят На людей Это значит можно сказать что мы уже все чипированы А тут четко идет Вот по откровению четко идет Что тут должен совершиться Акт поклонения Акт А у нас И они мне сейчас пишут Что вот я там на Царева поднялся Я благодаря якобы там Ребята да не только Царева Вообще сейчас через каждый ролик Ну правда многие пишут Знаешь как спасибо что это От мракобесия избавил Потому что начали многие люди На самом деле понимать Что это мракобесие Что это духовный акт Это Вот это знаешь как равносильно Мы же в церковь идем креститься Если мы не покрестимся Мы Господа не примем Нам надо креститься Да наполниться этим То же самое и тут Это как крещение То есть у нас два Это два как бы Две духовных грани Или ты поклоняешься Богу Или ты поклоняешься Антихристу Принимаешь его как Бога Третьего не дано Все третье это чисто мракобесие Ты ведущая уже К омрачению ума Для того чтобы ты не смог Вот ты потеряешь ум Вот я в последнем ролике сказал Если ум потеряешь Ты не сможешь просто увидеть Вот этого То что произойдет У меня тоже кстати Знаешь Проблемы такие серьезные Я уже честно сказать Ну короче бесы на моих На родных начали нападать Я думаю что это конечно связано С проповедем Скорее всего Потому что видать Меня уже может не могут Как бы колыхнуть Через родных начали подходить Ну а что родные на тебя Выстают или что Нет на детей напали Прям знаешь как это Не знаю может как бы Господь испытывает На твердость Потому что Дочь короче сказала Я в Богу не хочу верить И короче вообще Решила собраться От нас уехать короче Но она еще Она же не совершенолетняя еще Не она К это К родным в город Якобы учиться А Она говорит Я На все согласна Только уйти из этой дыры Богом забытой То есть Ну цивилизация понимаешь Тянет Молодежь все А что ты хочешь Школа есть школа Она оболванивает их конкретно Вот эта школа вся Ты хоть воспитывай Ну она Она до скольки лет была там Пока вы не переехали Вот она Она там Можно сказать Вот сейчас вот Закавил все Они экзамен сдали Последний класс И Такой вот Жиды свою программу делают в школе Понимаешь Одна Мне Говорит Вот Вот типа У тебя Дочка Там такая Там Мы видели Там Такая Типа яркая Вот Видно из себя Ну знаешь Намек такой Я то понял сразу Она такая Набожная А вы сами то Когда из грязи вылезли то Я говорю Вы к Богу то Когда вообще пришли Вам сейчас уже сколько Лет в сорок Пришли к Богу Я понимаю Что я там Как бы верующий Я должен был воспитывать Но я же не буду насиловать человека Как бы даже если это мой ребенок Я же не буду насилием Бога прививать Я как бы в меру своей Как бы что у меня есть Я рассказывал там Все это Но может это мне испытание такое Может такое быть Может Понимаешь Чтобы я больше проникся Как бы в понимание Господь просто дает понимание Чтобы я почувствовал Даже вот знаешь Как с его стороны Когда человек Он тебе любовь свою изливает Да Как отец А ты ему говоришь А я не хочу тебя знать И вроде бы все в мире вокруг тебя Ты видишь все Ты понимаешь что Ну это же все Господь сотворил Да все это А ты все равно Тупо говоришь Нет его нету Прежде всего это Я понимаю что Бог меня воспитывает Лечит Чтобы я Что-то понял Осознал Потому что все равно Наше понимание Как бы Как ни крути А мы Являемся покрывалами Наших детей Я тебе знаешь что скажу Это невозможно Сегодняшним Опять же я тебе приведу В Пенеотеховича Лапкиных Вот И брат его Протеерей И Аким Батюшка Вот потеряете они Ну там Я не знаю сколько Чуть больше десяти домов Вот И там уже Два поколения детей Они на ними Корпеют Как я не знаю Там длину Юбки соблюдать Чтобы никаких Чтобы в платках все Когда увидел у них детей Которых они там Воспитали в своей И кто бы мне не сказал Что они секта Да Но я вот реально увидел Что там у них дети как ангелы Чистые И даже На них пробивает смерть Вроде девчонка Она выросла В этой потеряете Она не знает вообще Того мира Она там была в городе В этом несколько раз И все И как оно Проникло в нее Непонятно Она выставляет там фотографии Вот в этих позах Понимаешь Как они там задницу Все Отставляют Девчонки Понятно Вот откуда это Берется Это уже Ну Цивилизация Имеет силу свою Заразу Наверное Вот эту А она Правильно Она сейчас ей дали доступ Допустим Родители Сколько ей? 15 лет Она пару раз Залезал туда Вообще не вошлась Какой-то Я не знаю Допустим Там подружку Нашлась Понимаешь Глядя на ее фотографии Все Зараза Проникла Мгновенно Оно все Происходит Ну Да А тут Мне сегодня Сестра написала Одно Она говорит Я за вас переживаю Сергей Что вы Начали толковать Слишком Ну Как тебе сказать Дерзко Или как Дерзновенно А вот Ну Помнишь Мы говорили Что Мельхиседек Он Ну мне вот интересно По этому поводу А отцов Каких она приводит Я не пойму Там Знаешь как Там получилось так Я не помню Она мне каких написала Там Там якобы Был какой-то Духоносный старец И Он Считал Что Он Считал Что Короче Мельхиседек Это сын божий И Его один раз вызвал Там какой-то известный Святой Тоже И он ему говорит Отче Ну ты наверное Заблуждаешься Он ему как-то красиво Так все это Но она мне сегодня скидывала Я просто не помню Кто там И он ему говорит Ну ты помолись Богу И узнай уже как бы точно Что Кто это Сын божий Или человек Тот говорит Помолился Через дня три Приходит и говорит Это человек И все И они говорят Успокоились Что он обрел спасение Ага И что якобы Мельхиседек Это всего лишь Он говорит Не может быть царем Царем мира И царем правды Потому что Якобы только Христос Царь мира И царь правды И ты понимаешь Меня сначала Это взбудоражило Я начал сегодня Все это копать Смотреть Я единственное Что я и написал Я говорю Ты знаешь я говорю Что я больше верю Евангелию Она говорит Я говорю Вот как его можно Даже истолковать Неправильно Если апостол четко говорит Я ей просто говорю Ты понимаешь Что может быть Вот Даже сам Иван Златоуст Говорил что Они Как бы Растворяет пищу Не для того Чтобы все Как бы Ну это я своими словами Говорю Что все вот мы допустим Его прочитали Ага Впитали информацию Ну закупорились Он говорит Нет Вы должны Для того чтобы Простираться дальше Да даже Вот помнишь Апостол говорит Среди вас будут споры Для того чтобы Явились искусные Для того чтобы Еще больше что-то Да А если этого не будет Вот как они говорят Да как ты смеешь Вот святой отец сказал Все покрой это себе голову И не смей дальше Выше глядеть Знаешь какой то Как рабское такое Иудейское такое Знаешь они Иудеи технично Нам это привили Ты не имеешь права Думать Думать По-другому А я ей сегодня Говорю Вот смотри я тебе Прямо по Евангелии открою Смотри внимательно Вот открываем Прямо по Мальхиседеку Я честно скажу Я не знаю кто он Я единственное Я единственное Вот сейчас тебе Сначала прочитаю Вот эти вещи А потом лишь скажу Свою догадку Но единственное что Вот смотри Я и говорю Простой вопрос Получается Христос Христос Прямо по Мальхиседеку И он говорит Апостол Он говорит Смотри Сам Господь Говорит Ты Священник Вовек По чину Мельхиседека А ты задумывался Я говорю Что же получается Христос Принял чин Земного священника Если ему сам Бог Говорит Ты По чину Мельхиседека И вот смотри Ты Сын мой Я ныне родил тебя И когда он Говорит Я родил тебя Ты Священник Во век По чину Мельхиседека Это получается Что же Христос Да А теперь смотри Самое интересное Они говорят Что какой то там Святой Трактовал Что якобы Ну вот То что апостол говорит Что он не имеет Ни матери Ни отца Ни родословные Это он имеет ввиду Что у него просто древнее Число дней было И это Я думаю Так стоп Я найду этот момент Что имел ввиду апостол И знаете что самое интересное Как все просто Тут даже толковать не надо Вот До какой степени Или мы просто перестали понимать Слово апостолов А он тут говорит Он же евреям говорил Молоком Он им вначале говорит Я вам говорю молочную пищу Не твердую Потому что твердую Вы понять не можете еще Значит Вот смотри Что он им говорит Седьмая глава Ибо Мельхиседек Царь Салима Священник Бога Всевышнего Который встретил Авраама Благословил его Возвращающего После поражения царей Которому и десятину Отделил Авраама От всего Во первых По знаменованию имени Царь Правды А потом и Царь Салима Он не называет его что Образ какой то Он его так и называет Царь Правды и Царь Салима То есть царь мира Он и Мельхиседека Называет этими вещами И вот смотри Без отца Без матери Без родословия Не имеющий Ни начала дней Ни конца жизни Не имеющий Начала дней И не имеющий Конца жизни А теперь вот смотри Ключевое слово Которое подтверждает Что он То есть смотри Уподобляясь В этом Сыну Божьему Он в этом уподобился То есть показывая Что Сын Божий больше его Но в то же время Он ему уподобился В том что он вечный Он не имеет Ни начала дней Ни конца жизни Все Что тут можно Толковать то еще Придумывать Что раз у него Папа с мамой нету Родословия нет Да хоть кто Пускай там трактует И толкует Если сам апостол говорит Если даже ангел придет Что то скажет не так Я просто Я понимаю что Она мне назвала Одного отца Такого очень серьезного Святого Я говорю ты понимаешь Что иногда и отцы Но они не то что Заблуждались Просто Как тебе сказать Просто Один Допустим Он говорит Ну а как он может быть царем мира Если у нас царь один Христос И вот тут такой момент Вот как Я тоже над этим размышлял Очень серьезно Вот как ты думаешь Что значит быть царем Иметь власть Вот смотри как люди понимают Что вот если вот Христос царь Мира царь Я ей говорю ты понимаешь что Во первых правда Правда Если уже тонко в этом разбирать То правда это всего лишь сияние истины Она как бы Это как сияние Вот она сияет От истины Правда Ну да И почему о Мельхиседеке О нем вроде говорится Что да Вот он Он не имеет ни начала дней Ни конца жизни В чему и уподобился Сыну Божию Но В этом есть как бы все равно Его что он уподобился ему А не Сын ему уподобился Божий Понимаешь Мельхиседеку Сын Божий Единственное что он чин этот принял Такой же Небесный чин Первосвященника Но он выше все равно Потому что он Сын И ему дана вся власть Но он уже и первосвященник Понимаешь Вот эти тонкости И это все в евреях Это как бы есть То есть О Мельхиседеке Единственное мне говорит А кто же тогда он Человек или Или Сын Божий Ну ты знаешь Вот это я не могу сказать Честно говоря Но у меня есть мысль такая Если о нем говорится Как о Вечном Может быть это ангел какой-то Понимаешь У нас одно и есть Вот это О том что говорит апостол По другому не можем ничего сказать Если он вечный Значит вечный Да Написано что он Да он вечный То есть а кто он Ну явно понимаешь Что может быть В допотопные времена Как он там Якобы какой-то святой сказал Что это Якобы Сим Стал им Но Сим то имел и папу и маму И имел Родословную То есть он уже не может им быть Понимаешь Если бы вот этих слов не было Что уподобляя Сину Божию В этом Что он не имеет Ни начало дня Ни конца жизни Вот если бы этого не было Да А было бы что он не имеет Ни отца ни матери Ни родословной Знаешь как можно было подумать Вот духовно если на это поглядеть Когда Помнишь Христос говорит Когда Вам надлежит Родиться свыше И вот когда свыше Человек рождается Он уже по сути Вот о нем можно сказать Что он не имеет ни отца ни матери Ни родослов Потому что он родился свыше То есть родился от Бога Понимаешь мысль То есть он родился от Бога Но тут то совсем другое Тут говорит о его величии О его величии Потому что вот он смотри апостол говорит сначала Что вот были священники Которые имели немощи Которые сначала за себя приносили жертвы Потом как бы только за народ И тут является как бы другое священство И это священство как бы он указывает Что оно намного выше земного священства Понимаешь о чем он говорит Он говорит о небесном священстве А человек живший на земле Величие как раз в чине Чин которого и принял Господь Христос Да 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 И а вот теперь насчет царей Вот смотри люди Почему вот знаешь такой момент Помнишь о Христе нашем Как сказано о Господе Что он приведет царей И первосвященников И вот теперь смотри ответ Вот все как вот как люди понимают Размышляют Они думают Ну раз царь Значит он должен быть такой вот Ну на коне С булавой Такой знаешь он там Народы там Привел там Или там Помазанник А люди не могут понять того Что царь В идеальном в абсолютном понимании О котором имел в виду Христос Это царь Это когда он тебя привел в свой мир В свой мир царственный Который победил дьявола И сделал тебя царем в этом мире Ты стал царем Ты царствуешь в этом В тебе царствует благодать И ты стал царем Понимаешь Вот в этом ты стал царем Ты начал царствовать в мире Не в страстях своих царствовать А в благодать их царствовать Вот ты каким царем стал понимаешь Вот он То есть вот это и есть вот это совершенство Которому во Христе мы по сути должны прийти Освободиться от страстей Перестать рабами да И стать вот такими вот царями Царями мира как бы Но он все равно о нем скажет Но он царь царей И Господь господствующих Тоже чтобы как вот он говорит Что ученик не больше учителя Потому что вся эта благодать от него И даже это царское помазание Потому что он как говорит Идите и садитесь соответственно у меня да А на престоле кто может здесь царь То есть надо сораспяться Христу Подобишься ему и стать вот как раз царем мира Царем правды То есть ты должен в этом царствовать Это не в том понимании царь как он знает Ну понимаешь про что я имею в виду да Нет конечно То есть вот какое царство мы должны обрести Самое интересное что у нас многие не понимают Вот знаешь как некоторые говорят Вот вы там это идиоты там рабы божии хихикуют Вот опять понимаешь это вот плотское мышление Человек не понимает вот этих вещей Что это наоборот это признак Что такое раб божий да Это ты до такой степени покорился благодати божией Как апостол говорит я в узах То есть в узах слова В узах слова понимаешь Это говорит о том что он наслаждается этим А не то что он говорит что я там меня стесняет Оно мне жизни не дает Это вот это только к дьяволу Можно в такое рабство попасть Что они тебя будут терзать А тут он говорит я в узах слова И понимаешь что по сути Это слово не просто даже мы должны в узах стать Оно должно стать нашей плотью Мы должны в него так погрузиться Что он плотью нашей стать должно Духовной То есть и оно нас закроет от всех Каждый раз вырываясь чуть на из этой плоти Ты уже чувствуешь себя как не в своей тарелке Ты уже все страдаешь по этой плоти Ну да только это Нас единственное что нас оттуда вырывает Это наши страсти Вот поэтому надо стать царями в нем понимаешь Вот в этом мире царском Сонаследниками этого мира И в этом нет ничего плохого Он и призывает в этом Но и вот эти понятия Раб божий Узник слова Это все должно стать в тебе Вот как раз то что Это царские регалии твои А я всегда пишу Вот люди допустим подписываются Раб божий Я говорю Вот ты себя рабом называешь А что ты для Бога делаешь Что для Бога Ничего себе Это надо Я не знаю Чтобы такое звание на себя повесить Раб божий Ну да это Стать в это Во вражде с дьяволом и с миром Знаешь что самое смешное Я там один православный Открыл Там канал Там думаю Чуть столько подписчиков Там чуть ли не миллион А там короче это Молитва На успех в деле Молитва На колдунов Вот это по нашему И ты знаешь Я такой думаю Вот она сейчас Вера современная Понимаешь Туда миллионами прям прутся Потому что там Тебе дают То что тебе Знаешь Вот то что ты хочешь Я вот твоему я Вот это нужно сейчас Вот в цивилизованном мире Чтобы удобно было жить Когда Господь наш говорит Когда ты Примешь То есть Встанешь на путь Господа Да В этот узкий путь Мир тебе станет врагом По сути Вот у меня пост Знаешь как начался Меня сегодня оборовали Аферисты меня сегодня Крутанули так конкретно Можно сказать что я сегодня Полдня бесплатно Поработал на бетоне Позвонили Представились Как бы техническая служба МТС Мои Как бы разговоры Начали говорить И короче Заболтали меня Сняли с меня 400 рублей Я сначала Начал звонить Потом разбираться Они говорят Вы сами виноваты Ну я уже Воспалу Божию Короче Это мне просто Господь Смиряет Первый день Я купился на то Что они мне Начали говорить Что у меня Вот тут вот разговор Там разговоры Якобы там надо Подкорректировать Мои звонки У меня якобы там На лишних Это расходы идут Какие-то Я говорю Да мне ничего не надо Они говорят Давайте мы вам вернем Сейчас 1700 Там у вас это За год У вас просто Получилось Как-то висят в воздухе И я чувствую Что-то уже разговор Не туда пошел Я уже потом Ребята оставьте все Себе До свидания А у меня как начало Короче скисываться Представляешь Минус 100 Минус 100 Минус 100 Я быстрее раз это В компании блокировался Да вот это да Представляешь Как работают Ребят Ушло Вообще ушло Конечно Ну Первый день поста Вот человек Конечно Одного я там удалил Он прям Богохульник стопроцентный Он уже нам встречался Я его заблокировал вообще Ну там богохульник Он такую Ахинею Он даже Про Христа Пишет такие Нехорошие вещи У человека Знаешь Бесовщина уже прет Духовная Бесовщина А вот С этим Мы уже как бы Общались И Там знаешь что Самые моменты Интересные Вот он не видит Такой простой Вещи Что Об архистратиге Михаиле сказано Что Он восстанет Восстанет Это говорит о том Что И восстанет когда То есть Получается он Восстанет В тот момент Когда Настанет Такое время Какого Никогда не было Отсосуществования Людей Помнишь да Там написано Это получается А когда это время Понятно что там коммунисты Были там Инквизиции Была Да такие страшные времена Были Это говорится о более страшном Времени Это как раз Время антихриста Вот Когда он восстанет И Потому что Пророк Явно же Не говорил там О каком то Конкретном Там да там Сколько этих времен было Когда христиан Пытали там Уничтожали Можно любое время Конечно А это конкретно Говорит что такое время Которого никогда не было Отсуществовали Людей Это только Это явление Они уже прямо Вот плод погибели Вот этой Что Антоний говорил Да Что в последнее время Люди практически бесноватыми Все будут Основная масса Священство будет Как миряне Но ты знаешь Но это он имел в виду Наверное Настоящее священство Потому что Этих которых мы видим В лучших эшелонах Там то вообще уже Даже не бесноватые А прям Чистой воды Слуги антихриста То есть это Уже даже Бесноватыми их Наверное не назовешь То что Они творят Это уже конечно Безобразие Страшнейшее Вот ты знаешь У меня сейчас самое интересное Такое слово Сейчас рождается опять На двадцать четвертую голову От Матфея Когда вот Наверное он сказал Про субботу и Про зиму И у меня прям так четко Начало все складываться Но И честно сказать Я побаиваюсь Пока об этом говорить Вообще Вообще Камнями закидает И сейчас Хочу попаститься Уже Поэта Поразбирать его Посмотреть еще Внимательней То есть Оно Понимаешь Мы на самом деле Пришли к очень страшным Вещам К страшным моментам И ты знаешь Что самое страшное А самое страшное Что Люди не хотят Этого воспринимать А причем Лукаво Это же все лукаво И так тонко Ну вот по принципу Окона Вертона Да Подносится Настолько Это все Человечество И причем смотри С одной стороны Казалось бы Быстро это происходит Да Сменяя события Друг друга Вот И в то же время Ну как Я вот Ты как понимаешь Допустим Сократится то время Для избранных Да Вот Видишь Даже сам Господь Говорит Это вот еще раз Подтверждает наши беседы Вот то что я говорю Это подтверждает О том До какой степени Бог Над нами Если сказано Каждый волосок сосчитан Представляешь Это о плоти Говорится А до какой степени Он над нами Дышит Над нашими душами Он никогда не позволит Тебе взять И интимно Воткнуть По-русски говоря Куда-нибудь Чип вот этот Поганый То есть Даже если Воткнут Вот я тебе Знаешь какой интересный момент расскажу Я же Когда в свое время От ННН отказался Написал Отказ От ННН И меня У нас же сейчас Как На работу Он вроде бы второстепенный документ Так и написано Что он необязательный Ты можешь его принимать Можешь не принимать Это сейчас они просто хитро так делают Ну нет Хочешь на работу пойти Покажи нам ННН Я ему говорю Как ННН Ну вот написано Что по закону Я могу его не брать ННН Закон так Есть Это второстепенный документ И у меня Знаешь как получилось Ну это конечно Отдать должное Спасибо отцу Он нас Тогда Прям настоял Пришли в налоговую Он прям Они говорят Что это вы Еще одни Типа пришли Дурака валить тут Ну смеются же На нами Пришли тут это Православные Еще одни А он нам говорит У меня Мое имя говорит Евгений От рождения А номера Говорит Вы себе Носите там Сами свои номера Безименные А мы Говорит У нас есть имена От рождения Вот мы с именами Ходить будем Ну и короче А без лички у нас не будет И вот написали Все нам Заверили Как бы печать поставили И Получилось так Мне один знакомый На крупное немецкое производство Договорился Через начальника Он говорит Ну вот на работу взять Ну и тот звонит Говорит Взять короче на работу И получается Меня короче берут на работу Они говорят А где у вас ННН Я говорю Да нет ННН Они Ну ладно Потом Начальник сказал взять Они говорят Ладно Потом сделаешь И получается Я ходил Мало того что у всех уже электронные Эти были пропуска Там весь завод Ставили уже на электронную систему А я два года ходил с бумажной С бумажкой С бумажкой Такая у меня бумажка Знаешь такая Рваная такая бумажка С моей ну Фотокарточкой И мне все время говорили Блин Все с электронными паспортами ходят А ты с этой бумажкой Через проходную И вот я два года ходил с бумажкой Представляешь А потом получается Сейчас поймешь Чему я тебе рассказывал Как Бог чудесно действует Короче они говорят Идите Говорит Мы Вам сделали Электронный паспорт Ну этот Пропуск Электронный Я прихожу Короче Они мне дают этот электронный пропуск А знаешь Что значит Затуманилось все равно Думаю Как я хочу на этом производстве остаться Ну все таки знаешь Стабильно Там немцы Зарплата хорошая Они мне делают Этот пропуск Электронный А он представляешь Стирается Они начинают бегать Не поймут Почему он не работает Ну он Сначала вас сделали Он начал работать Как бы работал Все Я по нему там Прошел там день или два И он блокируется Вдруг стирается Представляешь Вообще стирается Я прихожу Они говорят У нас такое первый раз У нас как это Такого вообще не было Что пропускай электронный Стирались как бы Ну просто взял и стерся Понимаешь Вот Я тебе про что и говорю Понимаешь Что вот эти вот механизмы Вот эти вот Всякие Без твоего приятия Вот если ты не поклонишься Они не действенны Если бы это действовало Тогда Вот ты понимаешь У нас На нас я думаю Знаешь что действует на людей Это просто по милости Божией Почему вот Сейчас вот многие говорят Что Когда ты садишься кушать Читаешь молитву Крестишь пищу Потому что сейчас Вся пища Которую они забивают нас Она вся идет Генетически Модулированная Там по сути уже На уровне генетики Идут везде штампы Три шестерки Поэтому что эти чипы Это так чисто Мракобесию разводить Понимаешь Это все Это то же самое Что вот Пошли они в магнит все Накупились там Этой колбасы Там и Этих пельменей Чипированных Уже на Клеточном уровне Это все Это все одно и то же Понимаешь Тогда если вы Такую мракобесию Разводите Собирайтесь Отрекайтесь От всего Идите вот Куда-нибудь Подальше К лесу А в магнит Пища нормальная Значит Которая везде Генетически Модулирована Генетически Модулирована Генетически Модулирована Спутники Со всех Концов Светят Все в этой Сетке Все просвечивается Я когда еще Сидел Был такой Момент Один молодой Парень ему Дали срок 25 лет Приговор И вот он приехал Этот приговор В его голове Начал Вот как вот Работать Он начал себя Накручивать Я такой молодой Через 25 лет Вся жизнь закончена Ну это я так Просто думаю И вот он представляешь В течение Двух недель Двух недель Он сошел с ума И ты понимаешь Вот этой информацией Которую сейчас нам Технично Как вот мне один Говорил Я с одним человеком Суправа Подружился В свое время Он мне говорит Три института работает Ты думаешь Просто так у нас В стране Коммунисты Создали лагерную систему Это жиды Были в свое время Создали вот эту Лагерную систему Вот это вот все Знаешь Вот эти воровские Там вот это все Вот это вот Понятие Там это все Это все Дьявольщина чистой воды Была создана для того Чтобы Как из людей То есть они уже Тогда начали Эти разработки Как людей На психологическом уровне Перевращать Перевращать в таких Вот знаешь Баранов У нас Ты заметь Ты где-нибудь в мире Видел такую страну Где страна Это прям Нас же называли Соцлагерь У нас пол страны Сидело в лагерях Это было все сделано Для того Чтобы вот Они уже тогда Эти разработки вели А сейчас это уже не надо Потому что они все это изучили Они это могут делать Без лагерей У нас уже все У нас страна Большой лагерь Тюрьма Нам просто чисто По телевизору И по радио вещают Информацию Снимают фильмы Там для православных Православных Ну это где-то По-моему у тебя ролик Ты мне понравилось Знаешь что говоришь По поводу сети То есть когда Христос пришел Он Учил Рыбаков Апостолов Да сети Забрасывает Ловить Сделаю вас ловцами Человеков А сейчас На весь мир Накинута сеть Вот это да И знаешь что самое интересное Что в православные В православные Вот почему я и говорю Что вот это пророчество о Египте Четко передает наше время Задай себе такой простой вопрос До какой степени мы деградировали Что если раньше христианская церковь Все были братьями и сестрами И отцы Отцы Вот как их поведение Вот я смотрел просто Как они себя вели Апостолы Они когда приходили И маленькие во Христе Когда у них происходило наполнение духом Вот это откровение вот эти были Апостол умолкал И наслаждался слушая их Понимаешь Он Как вот Сделался Меньше их даже делался Хотя он Умнее было И все это понимал Понимаешь отношения вот эти То есть такие вот отношения Очень близкие А сейчас Тебе получается Если ты начнешь о чем-то размышлять И думать Тебе сразу говорят Стоп ты че это Нукась 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 Нельзя думать выше этого Нельзя Это получается Вы возвели Возвели такую Знаешь вот Крышу над нами Железобетонную Да ты что Значит я не имею права Сесть со своим братом И порассуждать об Евангелии Это вот как звучит Понимаешь Мы с тобой не имеем права Друг к другу говорить Так это святые отцы Сам Златоуст говорит Мы вам разжуем Для того чтобы вы еще больше Простерлись вперед И для этого есть церковь Чтобы мы собрались Вот как Лапкин Он там говорил Он говорит Я сейчас не буду Вот мы сейчас соберемся вместе И каждый вот Все это будем как бы это Но мы У нас есть границы Есть писание Да Мы в них будем все время Мы в них как бы останемся И у нас есть святые отцы Есть святые отцы Для того чтобы Подкорректировать Друг друга А если какой-то спор возник Это не злой спор Среди братьев А спор для того чтобы Выявились искусные Нас заключили города И испортили нам мышление Это вот все Это правильно То что у нас разорвана Связь с природой Мы потеряли Вот это вот Ну это в виде интернета Знаешь Тоже люди Когда выходили В поле И смотрели на звезды Они ощущали Особую связь с природой А сегодня какие звезды Сегодня даже И звезды не видят И кроме собак Кошек Со скотиной Ни с какой Не общается Вот это вот Потеряно Это вот Это особая Какая-то Знаешь Была атмосфера Ну я не знаю Ты может сейчас Там чувствуешь У себя Не скотина Кстати очень хорошо Знаешь как Воспитательную работу Проводят с нами Мы же когда приехали В деревню Вот что значит Я был городской житель Да Да А ты что если меня Корова хвостом Поударит Там когда я садился Доить Меня корова Если Задевала хвостом Меня вообще Скова падала А сейчас уже Как бы ты приходишь Уже Ну знаешь уже Более Ты уравновешенный Успокойный Ты уже И ты понимаешь Скотина тем многому Кстати чему научила Терпению Каким то Мудростям Потому что Понимаешь Все равно Скотина Я сейчас думал А ведь Бог не просто так Помощниками сделал Они Делают свою работу Все равно На каком то Духовном уровне Вспомни Соломон Он предлагал постоянно Иди у пчелы научись Иди Ленивец Еще лежишь Иди у муравья научись А вот оно Оно В этом и воспитывается Вот это вот Мышление рабское Вот это вот В коробках Заперли людей Вот в этих Девятиэтажках Ой у нас 16 этаж Вообще небоскреб И сумасшествие Понимаешь Одни скандалы Вот и сверху И снизу И за дверями И причем Вот понимаешь И скандалы На одной почве Ругаются Мать и отец Дети орут И вот везде В каждой квартире Происходит одно и то же То есть там даже И нет разнообразия Никакого Вот в откровении Есть такой момент Когда написано Что дьявол решит поглотить церковь водой Помнишь? А земля откроет уста свои И не даст ее погубить церковь Земля Я конечно Размышлял над этим Вот что это такое Да? Но земля Она как бы Поможет Может быть Это Пророк какой-то От земли выйдет Может такое быть Может Потому что вот Помнишь он Когда Иван креститель Он же как сказал О нем сказано Сущий от земли Тоже Да? Сущий от земли То есть он как бы Ну не знаю Это Ну сам факт Что везде Сколько я откровений читаю Сейчас вот Да? Я вот даже В последнем ролике сказал Вот внимательно посмотрите Где вы увидели Чтобы Везде написано Бог там Везде спасает церковь Везде И там написано Там Запрещаю Запрещаю Тут не даю Везде его Чувствуется его властная вот эта вот Понимаешь Защита То есть получается Что И вот знаешь на чем тоже Сегодня размышлял Господь когда говорит Что найдет Найдет Година Искушение На всю цель Я вот О чем думаю То что вот смотри Опять же Начнутся Ну я верю Вот старцы Опять же об этом говорили О гонении их да? Как раз вот Людей Верных Господь соберет На земле То есть во времена Гонений И как написано Что Господь будет Питать церковь свою Будет Да Вот может быть От земли как раз И Господь и будет питать На земле будет голод А вот церковь будет Там как-то кормиться Вот смотри Как Если даже Как мой наставник Говорил Он говорит что Вот это сейчас искусственный голод Который там жиды да? Ну это я уже говорю Вот это искусственный голод Это Это все ерунда Это так Однодневное пугание Вот когда будет голод во время антихриста Вот это будет самое страшное время Когда будет засуха Воды нигде не будет Когда будет страшнейшая засуха Это вот Это вот когда антихриста царится Вот когда я думаю Язва начнут изливаться Вот эти чаши гнева Господни Там очень много что И но Будут такие места Где будут жить Верные Богу люди У них будет вода И им земля будет давать все что нужно Нет А он вообще говорил У нас было Там Знаешь Он говорит Вот там будет вода Он даже в нашем Он говорит Когда Азавска будет Он даже сказал Вот там будет вода И вот там будет вода Наши неиссякаемые такие два источника Ну это у нас Он говорит Азавска вообще будет страшнейшая Говорит Трещины будут В ширину машины Представляешь Трещины Ее уже Вот у нас В Черноземье Уже много мест Где пропадает вода То есть Иссыкают Вообще Люди съезжают с мест Потому что Уходит вода Колодцы высыхают У нас Дон За пять лет Где-то на около двух метров Помелел То есть Там где Скрывалось Человека По макушку Сейчас люди ходят По пояс Я слышал Такое Волга вообще пересохнут То есть Многие реки вообще высохнут А уже Я разговаривал С священником С одним В Волгограде Он У них же там Течет Волга Вот И он говорит Обмелел еще и не два раза Волга Да Я вообще не представляю Это же видишь Как оно же все Не в один момент то произойдет А постепенно И все это происходит Вот настолько лукаво Что люди К этому самое главное Что люди Привыкают И принимают все это За норму Принимают Ты знаешь это Вот Ты этого Эльпидия не слышал Монах Это пророчество На семнадцатый год Вот он говорит Что сейчас семнадцатого года Начнутся очень страшные вещи Катаклизмы Там Наводнение Землетрясение Там война И он говорит Но Господь по своей милости Будет все это так стабилизировать Чтобы люди С ума не сошли Чувствуешь О чем я тебе говорю То есть Даже тут То есть Он не даст такого Чтобы бесы взяли Вот так вот Жестко всех И порвали А у нас Ты видишь Какая политика сейчас идет По интернету Везде Вот это информационное Что нас хотят уничтожить Нас хотят разорвать Нас И такая Знаешь Нагружают так Что безысходность такая у людей Вообще Полная безысходность А ты смотри Самое интересное Знаешь На чем я размышлял Вот Вот Мне у Лапкина понравилось Я вчера как раз смотрел Вот Знаешь Кто конечно что о нем не говорил Но у него есть Такие полезные вещи Я понимаю Что может Немочным во Христе Нельзя его смотреть А вот Кто уже взрослый Я думаю даже полезным Он очень серьезные вещи открывает Очень серьезные И вот мне у него там Понравился такой момент Он говорит Ты помнишь ослик Которого Господу Приготовили Ну да Который заводит В Иерусалим Так вот Самое интересное Что Этот ослик приготовлен для Христа И только Христос А вот Это уже я свое добавлю А этот ослик Это же наш упрямый ум Только Христос Больше никто Сейчас вот понимаешь Там нагружает Этот тебя спасет Этот там спасет Христос только тебя заводит Тебя в Иерусалим Искупитель заводит Вон садится Христос Понимаешь А у нас сейчас На этого ослика Нагрузили столько Всего Вот это мне У него понравилось Он говорит Сейчас загрузили Этого ослика Вообще непонятно чем Он говорит Приготовлен для Христа А его говорит Загрузили всем Говорит Чем можно там Бауми Непонятными И все Да Везде Везде Авторитеты Слушай Главное Из Ютуба же учатся люди Понимаешь Ну ладно Брали бы там источники какие-то А то же Из Ютуба учатся И учат других еще Пытаются наставлять Да вот Возьми даже Простой пример Вот сейчас Мелиседека открыл Все четко вообще Вот что Ну даже Знаешь Как она мне говорит Сестра Ну она хорошая такая Знаешь она молодец Что она меня возбудила Потому что Это нужно было даже Эти ответы найти Для себя даже Это понимаешь Я ей даже Тут даже толковать не надо Апостол говорит Словесное молоко Конечно все понятно Ясно Все четко вообще Тут даже толковать Какое толкование Какие Ты понимаешь Какие Я говорю Тут значит или одно из двух Или жиды поработали Какое-то предание придумали Потому что Как можно взять И противоречие Потому что тут Ну лишнего просто нельзя Невозможно просто Взять и придумать Чего-то лишнее еще Тут все Как бы каждое слово Один мне брат вообще Гает У вас Библию подменили Оказывается нам жиды Библию напечатали Но это уже конечно Вообще Перебор вообще Конкретный Тогда бы нас Господь уже всех уничтожил Мы бы в таком Вообще жили Беспробудном Это Тогда вообще Никому верить нельзя И Ну а какой верить Тогда переходить Невзорово слушать И все А какая там вера Тогда Тогда знаешь Можно сказать Что Ну Знаешь что самое интересное Вот я на чем Не договорил Сегодня как раз Размышлял Вот смотри Господь говорит Найдет Година искушения На всю вселенную Година искушения А сказано Что Бог Искушаем Не бывает И он никого не искушает Это Это слово Писания Задумывайся над этим А тут же Господь говорит Что найдет Година искушения Найдет Это о чем Говорит что Это говорит Я вот так Знаешь я как раз Эту молитву Вспоминаю Вот эту вот Которую он сказал Язычники там многословия у них А вы же молитесь вот так вот И он в этой молитве Он дал все Все Это знаешь Я вот ее просто сделал Отче наш читал и думал Да в ней вообще все И оберег от колдунов И сущность отца открывается Вообще полностью То есть в ней такое совершенство Там нельзя вообще больше что-то придумать Когда он говорит там Отче наш сущий на небесах Да да светится имя твое Светится имя твое Да светится имя твое Светится имя твое Да будет воля твоя Как мы призываем его волю сюда да На эту на землю И вот тут смотри Такой момент интересный Вот почему я к этой тебе говорю про искушение Он говорит Не введи меня во искушение Не введи Ты понимаешь Ты Бога умоляешь Чтобы он тебя не ввел в искушение Не ввел Чтобы он тебя защитил То есть у него есть такая сила Что он может тебя И он как говорит А тех кто Он говорит Я сохраню от годины искушения В откровении Помнишь там есть какой-то момент Такой он говорит Кому-то говорит Сохраню от годины искушения То есть ты понимаешь что если мы про вот что нам хотят сейчас сделать нам хотят разрушить понимание здравое о боге для того чтобы ты уже будешь сидеть как дурачок и даже если ты ему эту зазубренную молитву скажешь не веди меня в искушение но избавят лукавого но это будут пустые слова потому что верта уже нет здравый ты просто как болванка сидишь и зубы это знаешь как мы понимаешь про что говорю а когда в тебе есть здравая вера ты понимаешь во что ты веришь в кого ты веришь и тебе не засрали мозги вот эти сми и тогда твоя вера пускай даже ты немощный слабый у тебя есть страсти но ты борешься с ними и все равно твои слова будут доходить до бога потому что он этого хочет а как они будут доходить если ты омрачился вот этой вот ерундой и избави от лукавого избави от лукавого ты понимаешь это о чем говорит когда вот помощь я в последнем ролике его кто такой делал почему пришел и говорит вдруг приходит и говорит просит бога просит его давай будем сажать их как пшеницу почему он это просит не задумывался над этим вот мне один протестант написал объясними как это так взял приходит и просит что это такое вообще и ты знаешь все сеть вас да как пшеницу то есть и ты понимаешь и и вот я тоже так вот думал а вот мы мы с тобой не утвердаем мы просто размышляем как братья во христе об этом а то знаешь как не как вот вы тут сели два таких толкователей и все это но просто размышляем мы размышляем и как бы думаем об этом если кто-то напишет и скажет если мне там какой-то брат на писта брат извини вот и не прав вот вот так вот так вот так я как здравый человек я это прочитаю скажу да брат это по писанию так ты прав и мы извинимся да с тобой возьмем на и с ним извинимся когда вот мы в этом не провод нам брат один подсказал а если мы с тобой были сейчас такие два знаешь упертых сидим и как это и все вот ну понимаешь про чё я тебе говорю а мы с тобой просто сидим и размышляем над этим как здравые люди просто размышляем над писанием мы далеко от писания не уходим вот я даже у сестре с огнем и вот есть слово и я стараюсь как вот и брату одному говорю ты понимаешь его и многие погрязли в преданиях и забыли писание слова слова господне они просто его забыли она у них стирается они уране упалишь вот там ой один батюшка это сказал а у другую бачка это сказал а ты евангелие читаешь хотя бы раз в день видишь даже даже не предание а вот именно на батюшек склоняются да 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 и вот это вот протестанты знаешь смеются что говорят мне говорят вера говорит бабушка сказала уже они уже смеются они правы в какой степени это это сейчас у православной для такая вера это я услышал протестанты сейчас смеются у них бабушка сказала они называют нашу веру сейчас и в какой-то степени они правы и самое интересное знаешь что а я вот видел у меня был такой момент я знаешь как выглядит протестантской церкви на духовном уровне вот представь такую многоэтажку американскую 100 этажей и на этой многоэтажке такой как жало огромное огромное жало не не меньше на этой многоэтажке уходит в небо вот так она выглядит духовно представляешь а смысл чем а ты знаешь это же смысл этого жало я вот тоже над этим размышлял и ты знаешь я думаю что их не вот эта вся движуха это великая гордыня вызов богу вот это исполинство о чем мы с тобой говорили поэтому она так и выглядит это вот как знаешь вот это жало которое в небеса как знаешь это как тебе сказать вот смотри вот значит у них самое интересное есть такой момент может быть это не жало оружие копье какое-нибудь то есть я не бою ты знаешь вот я просто вспоминаю такой момент у них очень серьезно развиты самочине то есть у них тебе сразу как только ты туда попадаешь у них у многих есть такой момент они говорят ты пророк по-другому это ты учитель у тебя научить ну принципе они по и по евангелию мы шли нет ты понимаешь это должен дух святой определить ну да ну но это евангелие но у них понимаешь себя церковь там пророки учителя такие все велики ты не представляешь до какой степени там великие люди сидят мир бы уже давно спасся их миллионы пророков учителей там сидит таких вот грандиозных ты вот просто вдумайтесь в этот момент там апостолов было единицы но они взорвали весь мир проповедью и силой духа святого а тут целыми знаешь этими сотнями сидят я когда говорю допустим с ними они оскорбляются они будет а почему вы не ревнуете написано что ревнуете а дарит ты понимаешь знаешь что самое страшное самое страшное что мы еще давно эту тему вот и понимаешь и ездра ездра и ездра вот третья глава ездры он очень хорошо об этом говорит он говорит что но дух вот христос и вот это вот вот это излияние духа о чем вот они говорят он всего 400 лет был на земле вот это вот первоапостольская церковь вот в такой силе огромный было на 400 лет с угла и через 400 лет он говорит умрет он как бы говорит что на земле умрет это христос вот и его люди то есть это и но господь вот почему я все время думал да зачем вроде он отменил это священство вот эту вот мы сейчас только читали да про мельхиседека он за ненадобностью за и за не имущие этого закона и этих священников он их отменил а тут получается все заново начало сначала получилось только во христе вроде бы нету логики до в этом в этом нету логики и в то же время господь сам говорит он уже это предвидел он говорит а виноградник передается другому народу то есть получается что зная что язычникам надо будет пройти тот же путь всем народом он дает нам опять закон как где-то водитель опять но после чего после того как они посеяли утвердили вот эту евангельскую веру они ее как бы засеяли во все и во всех народах апостола да но только после этого произошел вот этот момент как бы потому что вот как мы и говорили с тобой если бы этого не было сейчас был вокруг у нас было миллионы церквей и в каждой бы свой христос был и знаешь о чем это еще доказывает я все время думал когда вот он говорит он год а те кто находится в иудее он что он говорит когда вот про субботу бегите когда хотя к тем кто находится в иудее я над этим размышлял до меня дошло а у нас про кого говорит иудеи то давно нету ее не существует а духовно иудеи существует это как раз законная церковь христа иудеи это законники понимаешь и он говорит те кого которые будут находиться в этой вот церкви в истинной в настоящий за год это вот которые по закону как передалась она он говорит когда вы увидите мерзость реченую запустение реченую пророком даниилом бегите бегите не идите обидеть а не оборачиваясь бегите вот эту тему кстати я сейчас вот но эту неделю по постимся у меня просто очень серьезные мысли ваши в отношении этого всего возникли просто если мы сейчас об этом будем говорить нас вообще камнем закидают я я спрашиваю тебе голубь какой домашний или дикий прилетел ты знаешь это я сейчас посмотрел голубь азиатской породы прилетел ничего себе а куда осел куда на чердак не ровно в это во дворе тут ходил короче курю угоняли гоняли пожрать куром залез они его гоняли но мы опыта взяли короче в эту посадили там сейчас сидит ну красивый голубь такой ругался ругался короче тут что песни пел дома надо его надо глубять не делать ну да надо будет глубять не сделать красивую такую пусть сделать господь тебе весточку прислал какую-то ну да голуби же чистые духи и ну ну и и и и и